Дорогие друзья, здравствуйте! С вами волейбольное обозрение в студии Евгений Монархович. Конечно, главное волейбольное событие Беларуси это стыковые игры между командами Беларуси и Украины за право играть в финале чемпионата Европы. Однако в субботу, в день первого матча, в преддверии важного поединка прошло важное судейское заседание. Заседание Президиума коллегии судей – мероприятие традиционное. Ежегодно в конце сезона лучшие рефери отечественного волейбола, а также председатели областных коллегий и представители федерации, собираются, чтобы обсудить ряд насущных проблем, ознакомиться с нововведением международных правил, да и просто сказать друг другу слова благодарности за прошедший сезон, который был в чем-то переломным для отечественного волейбола. Ну для начала хотел бы вас, конечно, поблагодарить за работу в прошедшем сезоне. Я лично считаю, что прошедший сезон с точки зрения судейства, за исключением каких-то шелиховатостей, ошибок, таких незначительных, почти незаметных, скажем так, в этом сезоне, прошел очень качественно, прошел, знаете, без такой помпы, в рабочем режиме. Так, наверное, и должно быть, судьи должны быть, наверное, все-таки, есть такая поговорка, тот хороший судья, о котором не помнят после окончания игры. Точно так же прошел и наш сезон, я говорю, за исключением каких-то шелихов. Я за это хочу поблагодарить, в первую очередь, конечно, вас, и хочу поблагодарить и председателя судейской коллегии, республиканской войскости, Евгений Михайлович. Ну и в продолжение всего этого, хочу сказать, что не можем мы заставиться, не можем стоять на месте, мы должны двигаться вперед. И все те нововведения, которые должны быть, мы должны вместе с вами их обсудить и притворить в жизнь. Нововведений действительно будет немало. И кое-какие новшества заставят некоторых арбитров серьезно подтянуть свои навыки в области компьютерных технологий. Так как теперь вместо бумажного протокола на матчах чемпионата и Кубка страны будет электронный протокол, что позволит исключить ошибки, например, неправомощной замены, которая могла возникнуть при невнимательности, предположим, секретаря. Планируется также трансляция матчей в сети интернет, причем не только ключевых поединков серии плей-офф, а всех без исключения встреч республиканского перенства. Но здесь, конечно, для качественного показа игры необходим достойный зал. Впрочем, и этой проблеме на заседании президиума республиканской коллегии и судей было выделено внимание. Кстати, вспоминая прошедший сезон, скажем, что перед финалом у той же Менчанки возникли претензии к игровому залу спорткомплекса «Мозерсоль», где принимает соперников «Жемчужная Полесья». Но финал, как мы помним, все же состоялся на привычной для полейских волейбольных гурманов арене. А вот в следующем сезоне спорткомплекс «Мозерсоль» не сможет, по всей вероятности, принимать решающую стадию чемпионата. И только игры первого этапа могут достаться этому славному, но уже не совсем современному спортивному комплексу. При проведении финальных игр мы заранее можем предотвратить какие-то дебаты и положение написать, что если данный зал не соответствует каким-то требованиям, в связи с тем, что в финале присутствует на порядок выше, больше количества зрителей, мы можем перенести финальные игры в другой зал, допустим, в другом городе. То бишь мы против зала «Мозерсоль», как-то ничего против не имеем, но сегодня в «Мозере», скажем, зал не соответствует определенным параметрам. Хотя, хотя... Добавочка, только не финал, а плей-офф, наверное. Ну, что-то, да, но финальная игра, совершенно верно. Хотя в этом городе больше нет возможности играть в другом займе, все-то понимают. Там нет залов. В сентябре будет там зал. А команда, скажем, в топ, входит в топ сегодня белорусских команд. И, соответственно, это означает то, что очень много зрителей будет присутствовать на плей-оффе. Поэтому, как от судейской коллегии, мы вносим предложение в организационную спортсменную комиссию, чтобы плей-оффы начинались уже в другом зале. Если даже не важно, это Мозер, либо какой-то другой город, в котором зал не соответствует требованиям, и нет возможности больше играть в другом зале, который соответствует всем стандартам. Будем надеяться, что в Мозере уже осенью наконец-то откроется новый дворец игровых видов спорта. Для начала его малый зал. Хотя, если жемчужная полиция действительно ничего не может предложить лучше своим соперникам, чем спорткомплекс Мозер-Соль, то иные команды при наличии в городах отличных игровых залов ютятся в неподобающих высшей лиге чемпионата Беларуси спортсооружениях. У меня есть предложение еще лучше на эту тему. В тех городах, где есть залы, соответствующие правилам волейбола, запретить клубам играть в залах, которые не подходят. Как то бишь, Гомель, малый зал, та же Менчанка, условно, с этим Атлантом, когда пусть идут в Мопидер играют, один клуб. В городе есть зал, пусть чемпионат, запретите играть в этих зал. Если ситуация такая, как в Мозере, да, пусть до плей-оффа там деваться некуда, пусть играет. Но плей-офф, извините, арендуйте Жлобин рядом, прекрасный зал построен новый, Гомель, там, я не знаю, Бобруйск, если есть там. Надо как-то, потому что мы должны все-таки из подвала выходить. Стыдно уже. В продолжении слов Юрия Николаевича вспомним еще и Гродно, где славный Нюман принимает соперника в игровом зале местного университета, который никак нельзя назвать образцово-показательным. Ну, да будем надеяться, что в этом плане все команды добьются значительного прогресса. И примером может служить Баранический Атлант, Могилевский коммунальник, да и Брестская Прибужья, которая начинала чемпионат в малом зале спорткомплекса «Виктория», ближе к плей-офф переместилась на главную арену этого замечательного спортсооружения. И сразу иначе стали выглядеть матчи даже на телекартинке. Ну и болельщикам, в свою очередь, стало гораздо удобнее наблюдать за игрой. Кстати, и сами судьи в преддверии следующего сезона должны держать себя в тонусе, так как строже будет зачет, и те арбитры, которые не смогут сдать тест на профпригодность, будут лишены чести обслуживать матчи под эгидой Белорусской Федерации Волейбола. В новом сезоне вступит в силу и ряд изменений в правилах, например, такие как касание сетки, завершение розыгрыша, размеры свободной зоны. Впрочем, здесь столько тонкостей, что мы позже часть передачи посвятим нововведениям в правилах. Ну а судьи уже в большем количестве соберутся на специальный семинар, посвященный этому вопросу, и там же они получат возможность научиться использовать электронный протокол. Ну а те, кто уже владеет этим мастерством, могут его усовершенствовать. Сегодня судейский корпус выстраивает определенную систему, то есть мы смотрим в будущее. Другие страны далеко сегодня ушли, и нам приходится немножко настигать, догонять. Когда у нас проходит соревнование европейского уровня, мы всегда используем электронный протокол. Электронный протокол подразумевает не только облегчение работы, но он и не допускает каких-то протестовых моментов. То бишь, он не дает возможности ошибиться секретарю, когда Китай современно, своевременно все вводит и ведет игру. Что касается плодотворности, то я считаю, что сегодня мы очень четко говорили определенные моменты. По введению электронного протокола сегодня в чемпионат Республики Беларусь мы не видим никаких абсолютно проблем. Семинары будут проведены, будет четко продумано время, будут созданы коллеги, которые будут проводить. Перущество будет в центральном нашем городе, в Минске, проведена работа с секретарями, с главными судьями, потому что сегодня также это неотъемлемая часть работы главного судьи уметь вести протокол. Поэтому, я думаю, здесь проблем абсолютно нет никаких, и мы с этим справимся. Сергея Михайловича следует отметить особо. Ведь с его приходом на должность председателя Республиканской коллегии судей белорусский волейбольный арбитраж стал стремительно приближаться к мировым стандартам в этой области. К тому же Войтехович объединяет своих коллег в одну семью, где все стараются помочь друг другу, и нет мест распрям. Ну а споры, если они и возникают, остаются уделом коллектива, не становясь предметом обсуждения широкой общественности. Основные аспекты судейской деятельности – это новизна, которая должна быть применима уже в следующем сезоне. Это и те изменения в новое правило, это работа наших белорусских судей на уровне международном. Это создаст, конечно, определенные условия проведения национального чемпионата без проблемных вопросов, без каких-либо передергиваний. В целом, я доволен работой этой коллегии, потому что эта коллегия подвела итог всей работы судей в этом, скажем так, отчетном периоде. Я доволен проведением чемпионата, я доволен тем, как прошло сегодняшнее заседание, потому что выявлен ряд вопросов, над которыми нужно нам всем вместе сообща поработать и войти в новый сезон, накрылившись с новыми знаниями, с новыми электронными даже какими-то нововведениями. Ну, я рассчитываю, что мы на правильном пути, и волейбол от этого только выиграет. Игорю Валерьевичу тоже следует отдать должное. Ведь что грех отаять, мы насторожно отнеслись к изменениям в руководстве Белорусской Федерации Волейбола. Однако в течение сезона неоднократно убеждались в профессионализме нынешнего руководства и их доступности и стремлении к созиданию, работе во благо белорусского волейбола и всего отечественного спорта в целом. Ну, а теперь перейдем непосредственно к матчу, тем более, что первая игра стала лучшей за последние годы в исполнении женской сборной Беларуси. Решающий раунд-плей-офф чемпионата Европы. Едва ли какая другая афиша привлечет больше интерес зрителей к матчу, и на встрече команд Белоруссии и Украины собрался практически весь белорусский волейбольный бомон. Спортсмены и тренеры, специалисты и любители волейбола в субботний вечер 23 мая в Бресте, они бок о бок сидели на трибунах спорткомплекса «Виктория» и всеми силами поддерживали нашу сборную, которой для выхода в финал континентального оперенства не хватало только шаду, а именно победа в двухматчевой дуэли над сборной Украины. Напомним, что наши южные географические соседи согласились обе игры провести в Бресте, и это, вне всяких сомнений, сыграло на руку белорусским волейболисткам и их тренерскому штабу, который сработал просто превосходно. Уже с самого начала игры было видно, насколько скрупулезно готовилась команда хозяев площадки тактически, как хорошо знали представительницы нашей сборной сильные и слабые стороны соперниц. Ну а те, хоть и сражались за каждый мяч, ничего не смогли противопоставить в слаженной и эффективной игре сборной Беларуси, которая выиграла первую партию со счетом 25-19. Наша сборная по силам облегчает любую команду, потому что это спорт, и кто как настроится. Тут, конечно, играет большое значение физические данные, но эмоциональный вот этот вот настрой – это очень важно. Мы выполняем задачу, это самое главное – это защита, хорошая подача. Я думаю, это будет наше оружие. Сама прекрасная Либера Лена вместе с еще одной коллегой по амплуа Виктории Каминской уступила место в этой встрече главного оборонительного игрока Ольги Павлюковской, опытной спортсменки, отыгравшей сезон сильнейшей Лиги Польского чемпионата. И видно, насколько повысила свой и без того немалый уровень мастерства Павлюковская. Уже в первом матче с Украиной ее игра заслуживала только превосходных эпитетов. Да и вообще вся сборная, а ее игровой состав в этом матче, кроме Павлюковской, Ковальчук, Маласай, Павлова, Калиновская, Борисевич и Капко, провела, наверное, одну из лучших игр в истории белорусского женского варебола. 25-20 – таков итог второго сета, и даже рьяный поклонник украинской команды не мог бы найти резервы в игре своей сборной для ее усиления. На матче можно было встретить немало знакомых лиц, в том числе и из нашей родной «Жемчужной Полесье». Я не могла пропустить такое здесь. Мало того, что играет наша сборная, две наши девочки, с которыми мы выиграли чемпионат, плюс те, с которыми я с детства тренировалась, я не могла не приехать. Если Вика на этом матче присутствовала по велению души, то Татьяна Серик еще и в соответствии с долгом, так как она проходила подготовку в составе национальной команды, но так же, как Татьяна Карпович осталась в запасе. Однако кто скажет, что Таня не внесла свой лепт в успех команды? Она отдала все силы подготовки и немало поспособствовала тому, что спортсменки в форме сборной Беларуси так уверенно выглядели в этой игре. Я рада, что мне выпала честь потренироваться с этой командой, с этим тренером. Новый тренер сборной, это было интересно. Было непросто, девочки работали, на самом деле, очень много. И я думаю, в третьей партии они сделают свое дело. Будем надеяться, что Таня уже четвертый сезон, привлекающийся в национальную команду в будущем, будет выходить на площадку в основном составе, но уже саму приглашение в сборную почетно. Да и вообще, в первом матче на площадке в команде хозяев только две волейболистки представляли один клуб. Клуб этот Мозорская Жемчужина Паресия, а волейболистки две Анны Калиновской и Капко, которые подтвердили свой класс. Аннушка Капко наконец-то убедила тренера в национальной команде, что именно она лучшая белорусская волейболистка в амплах пасущей. Вообще, тренерскому штабу сборной следует сказать большое спасибо за их мастерство, которое позволило создать настоящую команду из волейболисток разных характеров и взглядов на жизнь. В былые времена возникали ситуации, когда мастеровитые игроки не превращались в единый кулак и уступали менее звездным, но сплоченным командам. Теперь же тренеры статистики, медицинская бригада, игроки все дышали одним воздухом, их сердца бились в едином ритме. И казалось, никто и ничто не могло в субботу остановить сборную Беларуси, которая, выиграв третий волейбольный период 25-16, победила и во всем матче со счетом 3-0. Из того контингента людей, которые у нас были в нашем распоряжении, после достаточно такой серьезной работы, на сегодняшний день играли те, кто на самом деле сильнее. Хотя даже те, кто не вышел сегодня на замену, они, в общем-то, тоже внесли большую лепту в победу. И они, в общем-то, тоже готовы были. Но, к сожалению, на площадке только 6 мест плюс Либера. Поэтому я абсолютно уверен, что завтра понадобятся и остальные игроки. Ох, как прав был Петр Иванович по поводу надобности всех игроков во втором матче. Но о нем речь в нашей следующей передаче. Пока же возвращаемся в 23 мая и обратимся к отличному, как нам кажется, тренеру Александру Верковскому, помогающему Петру Хилько как в сборной, так и в клубной команде. Тут можно только порадоваться. И зная то, что столько потрачено труда, а вы себе не представляете, сколько было потрачено, потому что девочки из разных клубов, то, что сделал Петр, да, это, ну, уму непостижимо. Это через этот труд убедить всех, что это нужно, что, ну, не так просто дается результат. Всем спасибо. Сегодня и болельщик очень рад. И нам было это очень приятно, когда встали на последнее очко полностью везом. Это было классно. Возвращаясь к игрокам, отметим еще раз надежную игру Ольги Павлюковской в обороне. Неувидающее мастерство Оксаны Ковальчук, живой легенды белорусского спорта. Видим прогресс в игре Надежды Маласай, выступающей в российском клубе. Да, и Анжелика Борисевич в форме сборной команды сыграла во сто крат лучше, чем она это делала в минском клубе. Настоящим подарком близким болельщикам стала игра капитана Прибужа Марины Павловой, которая, несмотря на свой невысокий для волейболистки рост, переигрывала статах украинок. Ну, а школа жемчужной полисы не могла не сказаться на действиях Анны Калиновской и ее тезки Капко, которая показала себя пасующей европейского класса. Ну, а обращаясь к болельщикам, заметим, что в их составе были хорошо нам знакомые волейболистки Центра Олимпийского резерва Виктория. Между прочим, в своей возрастной категории это лучшие волейболистки страны, а может и всего мира. И уж точно через несколько лет они пополняют сборную команды Республики Беларусь по волейболу. Лучшая пасующая Беларусь среди девушек Анна Князева не случайно восторгалась действиями невысокой даже для игрока этого амплуа Анны Капков. Ведь, характеризуя игру обеих Ан, часто специалисты замечают, что будут девушки повыше, но, как видим, и в юном возрасте, и на профессиональной арене для пасующей рост не главный, важнее талант к этому амплуа и любовь к волейболу. И раз уж мы в какой-то степени объединяем профессиональный и детский юношеский волейбол, то предоставим право сравнения матчей республиканского и международного уровня еще одной очаровательной Анне Пашкевич, воспитанницы ЦОР Виктория. Больше эмоций, больше радости, очень понравилась команда Украины, девочки молодцы. Девочки тренируются у лучшего, наверное, детского тренера Беларуси Натальи Витальевны Миленюк. И со временем вся команда Виктория 2000 сможет дорасти до профессионального волейбола, в том числе и уровня сборных команд. Мы будем очень стараться. У нас есть шанс, если мы будем стараться. Что до сборной Украины, то заметим, что она была существенно ослаблена отсутствием Леси Рыхлюк. Да и особенности игрового зала спорткомплекса Виктория сказались на действиях команды гостей. Если говорить о самых результативных игроках команды, то у сборной Украины только Анастасия Чернуха, набрав 15 очков, преодолела гроссмейстерский рубеж в 10 очков. У сборной Беларуси эту норму выполнили сразу двое, набрав по 12 очков. Это Марина Павлова, она забила первый мяч в этой встрече, и Оксана Ковальчук, поставившая эффектную точку в этом незабываемом тайге. Дорогие друзья, не пропустите нашу следующую передачу, где мы в подробностях расскажем о втором матче. Но думаю, вы уже знаете, что сборная Беларуси все-таки вышла в финал чемпионата Европы, который состоится в сентябре в Голландии. И на сегодня это все. С вами был волейбольное обозрение, Евгений Монархович, Ира Грабец и Олег Фистер. До свидания.